Всем привет! Всем привет! У нас межсезонье, у нас декабрь, у нас накануне Новый год. Закончился сезон, точнее первая его половина. Спартак на первом месте. Мы решили встретиться с одной из самых обсуждаемых красивых девушек. Рунета ли вообще? Фанатская среда ее обсуждает. Это Екатерина Костюнина. Надо с ней просто встретиться и пообщаться. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Зайчик погулять. Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем. Ну что, как и обещали, мы встретились с той самой девушкой Рунета. Популярной не Рунета, я так скажу, в фанатской среде. Катя, привет! Привет! Кто ты? Расскажи ей. Я с Красноярска. Да, вот. Сужу игры третьего дивизиона мужчин и первой лиги девушек. А сколько у нас дивизионов вообще женских? Я знаю, что есть какой-то высший. Да, есть еще высшая лига девушек. То есть, а это первая. Как у нас получается, ФНЛ. Где динамо. Сейчас. Да. Ты, говорят, люди пишут в интернете, ты сейчас популярна. Мы видели, что ты попадала на всякие обложки журналов. Ну, это произошло неожиданно для меня вообще. Я просто в один день проснулась, и вот мне скинули новость, что блогер с сайта Sports.ru сделал статью, где он признал меня как бы самым красивым арбитром. И с этой новостью, собственно, все и пошло дальше. А как давно ты вообще занимаешься этим делом? Я занимаюсь с детством уже три года. Вот. Служу в зоне Сибирь. Просто захотела пойти, вот такая проснулась, думала, а, куда арбитр от всего? Нет, сначала. Я играла, естественно, в футбол, конечно, сама. Вот. Потом в один день мне просто предложили посудить. Там были детские игры. Потом уже сдала нормативы, экзамены, тесты. Какой ты арбитр? Уже много. Есть линейный? Я не главный арбитр. Я только начинаю выходить в поле. Вот. Работаешь на бровке? Да, лайсмай. Даже слеза. Слеза даже появилась. На самом деле я знаю, почему ты жаль из футбола. Ты решила встать на сторону справедливости. Потому что, находясь на поле, ты была, возможно, где-то недовольна судейством. Бывало же такое, могла быть недовольство. И решила, что все, теперь я встану. Возьму в свои руки меч правосудия. У нас на женский футбол очень мало ходит болельщиков. Хотя девушек много красивых. Странно. По идее, должны ходить. Да. И я считаю, что нужно популяризировать женский футбол. Он у нас на достаточно хорошем уровне. И хотелось бы, чтобы было больше команд. Выше лиги. Ну, основную задачу мы по популяризации футбола мы возложим, я думаю, на наших чиновников, которые, возможно, тоже посмотрят этот выпуск. Ну, и вообще, женский футбол, это же, наверное, это красиво. Это красиво. Девчонки, красивые девчонки бегают. 22 красивые девчонки. А еще и арбитров. 5 штук. Скажи, чем помимо футбола, чем ты еще увлекаешься? Я еще учусь. И, как бы, это для меня основное, это учеба. Учусь в педагогическом университете, на факультете физического воспитания. Мне интересно абсолютно все о спорте, поэтому я в черный глаз. Скажи, много у тебя поклонников? Ну, да, конечно, после этой новости еще больше стало поклонников. А лучше давай так, ну, я сейчас тебя перебью. Давай сначала ты отвечаешь на самый главный вопрос. Свободна ты или нет? Да, я свободна. Парни, особенно те, кто живут в Красноярске и посмотрят нас, запомните эти слова. Много пишут в Инстаграме, ВКонтакте, очень много сообщений. И я извиняюсь перед теми, я не могу каждому ответить на ваши сообщения, но как появится время, я с радостью их прочитаю и по возможности отвечу. Да, если кто еще не в курсе, вот у нас Инстаграм Екатерины. Посмотрите, сколько у нее подписчиков. 77 тысяч. Держи, а то сейчас заиграем. Туда-сюда, шурум-бурум. На Новый год подарки надо дарить, а я могу раз и отработать телефон. Это нехорошо. Конечно, тоже важная тема. Мы все-таки представляем такой фанатский средств общества. Вернее, мы представляем собой средств общества, как фанаты ультрас, активные болельщики. Расскажи вообще, что-то тебе известно об этом? Ультраскультура, кто такие фанаты вообще? Что знаешь об этом? Блин, да. Я была даже на одном из ваших матчей с Амкаром. В Москве? Да, в Москве. И очень впечатлило. Вот эти все взрывы, петарды там есть. Самое главное, впечатлило. Не напугало, не напугало, а именно впечатлило. А что мы про поклонников спросили? Надо мне как-то подытожить, пожелать Екатерине успехов в дальнейшем. Вот. Ну, начинай. Давай. Новый год будешь встречать дома или куда ты собираешься поехать? Сегодня определилась. А, то есть ты так можешь взять и сорвать. Тем более ты свободна. Тем более ты свободна. Безла подружек в охапку, друзей и поехала. Хотим тебе пожелать успехов в твоем деле. Раз ты решил связать свою жизнь со спортом, в этом и оставайся. Развивайся. Тем более ты учишься на педагогическом. Это очень важная профессия. Ты станешь там педагог в физкульту. Педагог в физкульту. Педагог в физкульту. Педагог в физкульту. Да, педагог. Педагог в физкульту. Пискультурник. Мы такое не говорили. Вот. Приезжай в Москву. Хорошо. Собирай еще больше подписчиков обязательно, чтобы их было не семьи. В следующий раз, когда с ним увидимся, пускай их будет 770 тысяч. Миллион. Миллион. Ну и удачи тебе во всем. Во всем. Спасибо большое. Очень приятно. Пару слов. Пожелания какие-то. Приветы можешь передать кому-то. Я бы хотела пожелать нашим болельщикам, всем, кто любит футбол, чтобы они чаще ходили именно на стадионы. Не у телевизоров собирались, а именно поддерживали свои любимые команды именно на стадионе. Это очень важно для игроков и в целом. Ссылка, кстати, на Катин инстаграм будет у нас. Вот как это, как показывать. Я буду сейчас как модный инстаграм-блогер. Ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрите дневник фаната. Держи, пяточка. Все, черт. Субтитры сделал DimaTorzok